снова всем привет вы видите и слышите лёшу халецкого и еще немного итогов года проверил записывается ли звук в течение года я выпускал много видео в рубрике лёша смотрит до алёша не только играет ночью и в кино ездит и смотрит идея была в том чтобы сразу после выхода из кинотеатра рассказать вам о впечатлениях о оставшихся от свежего блокбастера или того фильма которого посреди в кинотеатре думаю как мне будет интересно подвести кинематографические итоги так и вам со мной поспорить думаю среди моих зрителей есть много синефилов кинолюбов и так далее так далее которых есть свои какие-то любимые фильмы этого года так что давайте пройдемся по списку того что же мы смотрели в 2015 сразу скажу что у меня не я не смог посмотреть все фильмы года к сожалению так получилось почему-то те фильмы которые посмотрел у меня них мнение сложилось 1 января прошлого года 2015 мы пошли на фильм седьмой сын это последняя режиссерская работа бодрова старшего на данный момент и вот в принципе мне фильм понравился седьмой сын но он в прокате провалился и я понимаю почему вообще фильм как бы считается западным что там западные актеры джулиан амур еще тут не помню уж извините пожалуйста дело в том что фильм выглядит как как будто его сняли в 90-х если не 80-х вы знаете если поставить но это фэнтези такое с ведьмами с ведьмаками и прочим с оригинальным сюжетом вот если рядом поставить например кода на варвара и седьмого сына они как-то визуально будут очень похожи то есть это не фильм если он не выглядит как современный фильм выглядит как будто действительно из 90-х 80-х поэтому видимо на него и немного людей пошло хотя мне и сюжетно и визуально фильм приглянулся я вот почему-то его помню прекрасный сюжет помню о чем он был и актеры по-моему неплохо сыграли но к сожалению вот так 22 января в прокат вышел фильм бёрдман который потом получил оскара в итоге мы знаем может он в америке раньше вышел в прокат а вот у нас 22 января вышел и сесть это мы тоже сходили его посмотрели фильм замечательный не знаю и где эти смысл это рецензию давать фильму который получил оскара ну упомянуть так как я его смотрел я должен тогда же 22 января вышел фильм тупой и еще тупее 2 посмотрели мы его правда не в кинотеатре а намного намного позже уже просто по телевизору ну мне опять же эта комедия понравилась я не ожидал от нее чего-то сверхъестественного в принципе похоже на первый тупой еще и тупее то есть если вам понравился тупой еще тупее то вторая часть тоже вполне себе просто не ожидайте от нее чего-то оригинального так конечно вот по по оценкам зрителей на всяких сайтах немного тупой еще тупее забрал но это блин и не умный какой-то фирм это тупая комедия название в которые есть в названии они все сказано опять же те же джим керри опять же сценарий братьев форелли так что ничего ничего неожиданного я там не увидел февраль восхождение юпитер вот это для меня самое большое разочарование года потому что восхождение юпитера и начиная рекламировать за год до ее выхода трейлеры были очень красивые ну создатели матрицы естественно брат и сестра вачовски в режиссерах значились но сам фильм оказался очень очень скучным и неинтересным все что визуально было красиво на показали в трейлерах идея фильма интересная но воплощение какой-то очень странная какие-то странные гэги и шутки в общем восхождение юпитер для меня в этом году самое главное разочарование что я ждал более интересного зрелища тогда же 5 февраля вышла фильм игра в имитацию это биография алана тюринга где алана тюринга играл бенедикт камбербэтч мне фильм понравился неплохая биография мне кажется для тех кто тебе оба алане тюринг издал немного фильм неплох не знаю насколько он точно все-таки пересказывает биографию этого ученого но мне было интересно 6 февраля вышел левиафан и заодно и сразу еще и о фильме дурак тогда скажут это два чернушных фильма россия типа считается русофобскими но мне левиафан понравился а дурак не понравился потому что по моему дурак рассказывает о том чего быть не может не может быть таких людей не может быть таких ситуаций не может быть такого таких глав городов как там в этом фильме нам показывают но дурак он более такой более конкретный левиафан оперируют образами знаете он так заставляет о чем-то додумывать додумывать зрителя а дурак он очень конкретен но показывают эти плохие вот эти хорошие вот что было плохо ах как как плохо там поступили кто-то вот эти вот так очень хорошо поступили но тех кто хорошо поступили им будет плохо в общем слишком слишком уж дурак нас тыкает во все это плохое что есть в россии он не не дает зрителю поразмышлять и 12 февраля вышел фильм кингсмен секретная служба под как восхождение юпитер я по трейлеру думал что будет хороший фильм и оказалось наоборот так и по кингсмену глядя на трейлер я думал что это будет какая-то фигня с паркуром оказался очень такой веселый шпионский фильм очень классный мне очень понравился а потом уже когда больше о нем узнал оказывается от режиссера звездной пыли кто смотрел этот фильм стардаст так что кингсмен секретная служба настоятельно вам рекомендую 5 марта робот по имени чайпин тоже на него сходили для меня это скорее фильм такой бенефис группы анди антворд многие из вас в курсе что за группой южноамериканская ну а сам фильм скорее для женской половины человечества то есть опять история о том что мы в ответе за тех кого приручили и все-таки в моем понимании он немножко слабовать и в режиссер в режиссуре и в сценарном сценарии но ди антворд там молодцы 19 марта вышел мультфильм дом у меня был обзор по фильму дом под названием милота мимини года мультики вообще в этом году меня крайне порадовали все он были отличные вот дом или по-английски home один из них и практически сразу еще один мультик 26 марта вышел барашек шон пластилиновый там минимум разговоров больше все на сценах положения на таких приколах визуальных построена мультик для самых маленьких типы там что помню плюс 6 что ли но я взрослый мужик тоже с удовольствием посмотрел так что дом и барашек шон классные мультики рекомендуйте вы еще не смотрели 16 апреля вышли реальные упыри по-английски он называется по-другому вот вы doing the shadows чем мы занимаемся в тени ну вот на русский перевели так это такая комедия псевдо документальный фильм типа из новозеландского фонда документального кино который рассказывает о жизни семьи вампиров очень мне тоже понравился делал на него обзор для вас если вот вы любите такие комедии пародии на всякие в данном случае на тему вампиров то в реальных упырей я вам рекомендую 23 апреля долгожданный мстители эра альтрона ну как долгожданный многими долгожданная мне пофиг абсолютно было но сходить почему нет мне лично не понравился по что уже заездили эту тему мы ничего нового не придумать не могут но в мировом прокате мстители эра альтрона собрали 940 миллионов долларов и заняли третье место в общем мировом прокате не знаю по моему очень скучный фильм и вот если брать на фильмы про всяких супергероев мне даже человек муравей больше понравился чем мстители но тем не менее третье место в мировом прокате 27 апреля вышел документальный фильм кабейн чертов монтаж я вас орел не в кинотеатре поэтому я не делал обзора я вас орел где-то в августе по моему уже дома мне очень этот документальный фильм понравился хотя я не фанат нирваны я не фанат кабейна но вот эта документалка она хороша тем что были взяты домашние съемки кабейна с комментариями его отца мачехи матери кортни лав естественно и все таки понимаешь что привело этого человека к самоубийству и понимаешь откуда он брал темы для своих песен понимаешь что даже если ты супер популярен туда не значит что ты супер счет что ты вообще счастлив вообще в принципе я рекомендую любителям музыки любой музыки абсолютно любой музыки посадить этот документальный фильм еще раз повторю кабейн двоеточие чертов монтаж он достоин того чтобы его посмотреть но 14 мая вышел мой персональный фаворит который я считаю фильмом года это мэд макс безумный макс в мировом прокате кстати он собрал 222 миллиона только двадцатое место не знаю о чем думали те люди которые на него не сходили в кинотеатр я на безумного макса два раза сходил вообще не помню я на какой-то фильм в кинотеатр ходил два раза но мэд мэкс это именно что визуальное пиршество для класс там нету практически никаких разговоров там все чистый экшен который начинается практически сразу с начала фильма и заканчивается только с титрами там нет никаких пафосных рассусоливаний там нету какой-то подготовки нас к экшену все чистый экшен прям очень-очень мне понравилось и если вы нельзя мне кажется дома его солить будет не очень прикольно даже там с кинотеатром и звук вокруг вот я жалею что в минске нету аймакса как бы я в аймаксе его еще посмотрел но приходилось довольствоваться тем что есть два раза с большим удовольствием безумного макса гляну так что если у вас где-то в кинотеатрах он еще идет я вот на новый год например еще с удовольствием бы на безумного макса сходил 14 14 же мая вышла еще французская комедия джеки в царстве женщина который я вам рассказывал французская комедия в котором нам показывают страну где царит матриархат где мужчины ходят в чалме где мужчин выбирают жены где несколько мужей может быть у одной женщины и тогда то есть такой перевертыш очень простая идея очень такая французская комедия но мне мне понравилось вы начинаете такое высмеивает нынешнее положение вещей и религию высмеивает и эмансипацию это много всего так что тоже рекомендую джеки в царстве женщин 4 июня вышел фильм шпион я ему в кинотеатре не смотрел потом дома посмотрели тоже неплохая комедия на шпионскую тематику с джудом ло кто там еще в перевозчике играет главную роль я не помню этого стэдхэм стэдхэм и история о том как не кузявая такая полная женщина становится супер шпионом и какие собственно какие странные ситуации она попадает такое описание не заманчивая но фильм на самом деле получился неплохой то есть тоже такая шпионская комедия наравне с кингсманом немножко про разные конечно эти фильмы но мне понравилось 11 июня вышел еще один лидер мирового проката который занял в итоге второе место набрав чуть больше миллиарда долларов собрав мир юрского периода я полностью тупой фильм абсолютно тупой и по сравнению с первым парка юрского периода этот вот мир юрского периода там столько постоянно вопросов к действиям персонажев персонажей к действиям динозавров там просто прям безостановочный фейспалм глядя на это но тем не менее я понимаю почему мир юрского периода собрал столько много денег дело в том что вообще в прокате не так уж и много фильмов на которые родители могут сходить с детьми не с маленькими детьми там на мультик барашек шон а именно там подростки или рядом с подростками чтобы этот фильм типа понравился и взрослым и детям фильм тупой но собрал так много денег потому что именно он себе типа и там есть вроде как семейные ценности показывают когда там брат старший брат за младшего отвечает там мама или тетя за детей и тому подобное и тому подобное именно именно поэтому собраны эти деньги это яркий пример того как создатели попали в свою целевую аудиторию при этом сам по себе фильм тупой я не представляю но я по своей воле конечно него сходил посмотреть но я заранее честно говоря знал что он будет такой и от него ничего большего не ожидал поэтому он для меня как бы разочарованием не стал а вот 18 июня вышел замечательно еще один мультик очень хороший головоломка там где за показывают что у нас в голове есть несколько эмоций радость печаль отвращение гнев и страх и вот они все вместе управляют нами тем более что вот еще и отличная русская озвучка всех этих эмоций было мне очень понравилось ну и мультик видите занял седьмое место в итоге набрав полмиллиарда долларов в мировом прокате он того стоит дальше июль 9 июля вышли миньоны а вот этот мультик меня разочаровал это единственный собственно мультик из тех которые мы смотрели на которые по моему ходить не стоит все смешное было постав показано в трейлере создатели похоже решили просто нажиться на имени миньонов собственно так и произошло миньоны в мировом прокате заняли четвертое место в 2015 году 820 миллионов долларов собрали ну а это пример того как раскрученный раскрученный бренд приводит на себя зрителей в кинотеатры мама рассказать на миньонов days я и сам из-за миньонов пошел в кинотеатр но тоже среди мультиков для меня разочарование года потому что к сожалению мультик получился не смешным еще раз повторю все смешное показано в трейлере все в самом мультике даже когда он закончится 16 июля вышел человек муравей мы на него пошли только потому что тупо больше не ничего не шло в кинотеатрах но к удивлению оказалось неплохой фильм то есть для фильмов про супергероев очень даже неплохо мне он намного понравился больше чем те же мстители эра эльтрона постоянно идет стёпы над названием этим человек муравей как бы что что-то за дебильство дебильство такое но в принципе всем хочется про супергероев посмотреть то я вам вот в этом году порекомендую человека муравья 13 августа вышли агенты uncle фильм от гая ричи всегда горячим и ждем чего-то интересного фильм опять же про супер агентов то есть я бы его поставил в один ряд с кингсманами с кингсман секретная служба и фильмом шпион но по моему мнению агенты uncle этим фильмом проигрывают он откровенно похуже 27 августа вышел фильм ультраамериканцы моего дома мы выстрелили дома не в кинотеатре и тоже так себе фильм идея интересная типа там такой тинейджер американец ему как-то спецслужбы обкурок такой его спецслужбы сделали секретным оружием и при определенном стечении обстоятельств он начинает становиться крутым убийцей и вначале вроде как фильм начинается такой чернушной комедии но в итоге сваливается в полную фигню поэтому мне ультраамериканцы в итоге не понравились тем более там играет актриса из из саги сумерки потом главное не помню как ее зовут которая у него то одно лицо на все эмоции 3 сентября вышла российская комедия парень с нашего кладбища мне эта комедия понравилась мы на нее сходили не скажу что прям шедевр но по сравнению с другими российскими комедиями где всякие генитальные шутки сиськи письки и и прочее очень страшное какой там очень смешное кино парень с кладбища выглядит такой белой вороной и вполне себе доброй комедии 17 сентября вышла чернушная российская комедия под названием орлеан я и в кинотеатре мы в кинотеатре смотрели посмотрели дома и вот кто смотрел итоговые итоговые видео по играм 2015 года я думаю там видели отрывок такой где один из героев сложить что делать а ему отвечает теперь только тактические стратегически мы в жопе собственно вот это кадр из фильма орлеан необычный необычный фильм чем-то знаете похож и на даунхаус и на левиафан и как-то вот все такая очень необычный фильм я вам все-таки рекомендую его посмотреть тем более он в крыму снимался кстати по моему феодосии что торлеан обратите внимание 8 октября мартианин вышел по моему это лучше лучше лучшая научная фантастика в этом году и по сборам кстати занял 17 место 15 октября багровый пик ну типа ужастик типа триллер но мне не было на сеансе не страшно он только визуально ничего так выглядит потому что ну собственно он и снят позже я забыл как этого режиссера зовут вы уж извините но кто лабиринт фавна снимал хелл боя но по сценарию фильм скучно опять же вопросы к мотивации героев потому что они делают не на них не стоит смотреть 22 октября вышел фильм молодость ну мы его посредом лука позже в кинотеатре но вот вышел 22 октября очень неплохой фильм с майклом кейном с харви кейтлом в главной роли о собственно о молодости и о старости вообще жизни не буду долго описывать просто посмотрите мой отзыв поскольку мы вышли из кинотеатра этот фильм я вам конечно рекомендую 29 октября вышел фильм черная месса мы его тоже в кинотеатре смотрели но я не выкладывал отзыв потому что не получилось его нормально записать к сожалению с джонни деппом в главной роли фильм о мафии ирландской в бостоне по моему очень странный фильм знаете много вроде и хороших моментов но ощущение что он такой рваный половина сюжетных линий не доведена до конца в принципе я не пожалел что его посадил в кинотеатре но чтобы так вот вам порекомендовать на него сходить так нет лучше по моему посмотреть вот на что он похож очень сильно это на фильм с д с мэттом дэймоном и леонардо дикаприо отверженный что называется вот я не помню сюжетом где мэтт дэймон был человеком мафии но работал в полиции а леонардо дикаприо был полицейский но внедренный в мафии они вот там друг друга пытаются вычислить кто из них крыса вот этот фильм вот это чем-то очень похож на черную мессу но он намного интереснее а черное место как-то она что-то в ней не доделано 12 ноября вышел бельгийский фильм новейший завет мы его тоже дома смотрели крайне рекомендую очень очень такой фильм который бьет по мозгам в некотором смысле и он он о новейшем завете оказывается у бога есть еще точь которая тоже в нынешнее время выбирается в свет и ее брат создал новый завет она создает новейший завет и это такая черная комедия над нынешней действительностью и над богом после глядя на того бога который показал в этом фильме ты понимаешь почему у нас на земле такая фигня творится я вам крайне вот этот фильм рекомендую действительно новейший завет поищите поэтому в интернете его можно найти хороший хороший девятнадцатого ноября вышла зойка пересменьщица последний фильм из саги о голодных играх конечно полная фигня мы у него сходили только для того чтобы смотреть но скукота неимоверная я не представляю как можно так скучно снять экшен фильм это того не стоило эти походы если вы хотите посмотреть голодные игры вам рекомендую первый фильм и частично частично второй вот там еще более-менее экшен там конечно не стоит думать над тем что происходит но там хотя бы на это интересно смотреть а вот то что потом произошло с этой сагой это полная фигня зачем это ходил не знаю 26 ноября вышел экранизация уильяма наши все шекспира макбет мне она понравилась я видел что в комментариях моему обзору многие писали что слишком обрезано ну да то есть это не полностью вся эта трагедия шекспира очень многое вынуто из театральной постановки оставлены какие-то части но по моему фильм смотрится целостно то есть там есть завязка кульминации развязка визуально это все выглядит отлично актеры неплохо сыграли марионка тиары фазбин майкл фазбиндер мне понравился макбет но решайте сами по моему вот например дома в новогодние дни макбет он неплохо пойдет такая трагедия с кровью кишками и прочим 3 декабря вышла чернушная новогодняя российская комедия страна оз мне она понравилась сравнению с теми новогодними комедиями которые мы 1 января смотрели меня это больше повеселило и заинтересовал тем не менее есть некоторые такие моменты слишком уж занадто натуралистично если хотите но я тем не менее страну оз вам рекомендовал 17 декабря вышли звездные войны кстати на данный момент они собрали денег на пятое место в мировом прокате так что думаю неплохой новый старт для звездных войн я ничего особо нового одних честно говоря не ожидал поэтому спокойно посреди седьмой эпизод меня он полностью удовлетворил мне не было скучно так что нормально но чтобы это было шедевром или стартом какой-то новой саги нет вряд ли не думаю что мне захочется сильно тогда 8 фильм сходим скорее всего но это не что-то новое не такое крутое как были в свое время звездные войны когда они появились и 24 декабря вышел еще одна комедия самый лучший день называется я вас я и усарил 1 января я думаю вот после этого видео я выпущу свои мнения так сейчас не буду особо рассказывать давайте вам скажу какие фильмы больше всех денег заработали за 2015 год на первом месте с количеством миллиард по моему 200 миллионов долларов фильм форсаж 7 я не знаю что творится с человечеством почему безумный макс собирает 200 миллионов долларов а форсаж 7 миллион миллиард двести миллионов мне это неведомо я ни один форсаж вообще в принципе не смотрел я вообще не понимаю как такое можно смотреть платить за это деньги как такой фильм может быть первым по сбору я могу понять как как второе место занимает мир юрского периода форсаж 7 неужели там экшен круче чем в безумном максимум серьезно напишите мне в комментариях я хочу узнать ваше мнение шестое место заняла фильм очередной фильмов об джейм о агенте 007 ну может быть он того я читал обзывы об этом фильме что они не неплох в этот раз был но мне просто не очень интересно смотреть фильмы джеймс и бонди уже надоело честно говоря видимо также как скоро надоест и звездных войнах смотреть то есть я на фильмы о джеймсе бонди вообще в принципе не хожу не хочу ходить если их покажут случайно по телевизору может быть гляну на восьмом фильме на восьмом месте фильм миссия невыполнима то есть тот же самый бонд только на этот раз том круз по моему мнению я на миссию невыполнима тоже ни на какие фильмы не хожу на девятом месте 50 оттенков сермам даже тоже нечем особо комментировать да я это пропустил но еще раз первое место форсаж второе место мир южского периода третье место кто нас ей Chid wanna 3 месте то на 4 месте миньоны а на 3 месте а мстители мстители на третьем месте черный вместе миньоны на 5 месте звездные войны На шестом месте Агент 007 На седьмом месте Мультик Головоломка На восьмом месте Миссия Невыполнима На девятом 50 оттенков серого На десятом месте Зойка Пересменщица На одиннадцатом Терминатор На который я тоже не хотел ходить Мне первый и второй выше крыши Я уверен, что это тоже фигня Ну, по вызову понятно, что это фигня была Тем не менее, одиннадцатое место по сборам Напоминаю, что Мадмакс только двадцатое Двенадцатое место Золушка, тоже я без понятия Не смотрел этот фильм Но так как в главной роли Чувиха из Сумерек Опять же, не знаю, почему ее снимают В каком месте она актриса Я не могу понять То есть, хотя бы вот Голодные игры, да Там эта Чувиха пытается Там все как-то пытаются играть, им просто нечего играть А этой я вообще не могу понять, ладно Тринадцатое место Человек-муравей занял Ну и четырнадцатое место Разлом Сан-Андреас Я тоже его не смотрел Эти фильмы-катастрофы Тем более Дуэйн Скала Джонсон Он мне понравился только в Фильме Анаболики Если мне не изменяет память Кровью и потом Анаболики Вот там прикольная комедия была Но это прошлого года Ну и еще упомяну Фильмы, которые я не смотрел Но люди пишут, что они очень хорошие Шпионский мост я не посмотрел Комедию Стажер Сердце моря Страшные сказки Это, похоже, неплохие фильмы Но я их так и не смог посмотреть Вот такие у нас киноитоги 2015 года Для меня фильм года Это Безумный Макс Из всего того, что я посмотрел Мне больше всего запал в душу в 2015 Ну, а ваше мнение напишите, пожалуйста, в комментариях На этом все Вы видели и слышали Лешу Халецкого Субтитры создавал DimaTorzok